Продолжение следует... 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 Много консервантов, ароматизаторов, красителей, синтетических, других каких-то веществ не полезно. Вся эта ерунда всасывается сначала в кровь через стенку кишечника тонкого, в основном, идет в печень, которая выполняет роль фильтра. У нее много функций, но в нашем случае нам важно, что она играет роль фильтра и очищает кровь, которая пришла из кишечника, не только с питательными веществами, но и с чем-то еще не полезным, перед тем, как она пойдет дальше в ткани и будет уже давать им питание для того, чтобы работали все остальные органы. Поэтому на втором месте печень, но опять же, мы не пытаемся гнать желчь, как проводят очищение печени маслом, предположим, или другие такие агрессивные способы. Мы не применяем их, мы просто поддерживаем питание гепатоцитов, клеток печени и способствуем формированию правильной, просто текучей, прозрачной, нормальной желчи, чтобы она просто спокойно отделялась, как это и задумано было от природы. Благодаря этому она выполняет свою нормальную функцию, помогает работать ферментом в кишечнике. Благодаря этому организм самоочищается. То есть мы восстанавливаем нормальный, естественный процесс с помощью своих средств. Наконец, почему мы проводим параллельное очищение крови? Потому что кровь – это универсальная среда. Конечно же, в нее любые вещества негативные попадают, или там они присутствуют, например, аллергены, или тяжелые металлы и так далее и тому подобное. Попадают, конечно же, иными способами из того же кишечника, да, некоторые из тканей выходят. Но кровь их все переносит. Поэтому очищение крови играет тоже стратегическую роль. То есть, если вы заметили, я говорил именно о стратегических органах. Почему мы не проводим там очищение носовых пазух или очищение, не знаю, суставов или очищение почек? Ну, потому что если заниматься вот этими тремя системами, органами – кишечник, печень, кровь – то все остальное происходит достаточно автоматически, уже не требуется. Поэтому эта система очищения, она наиболее естественная и наиболее эффективная. Что мы используем? Для очищения кишечника в России в настоящее время мы используем нутриклинз, который в основе своей имеет псиллиум – семена индийского поддорожника. Используем успешно, 12 или 14 лет уже, да, получается. И его задача, как я сказал, обеспечение правильного пищеварения, очищение кишечника от каловых завалов, накоплений, аккуратное очищение слизистых кишечника и формирование нормального привычка организма к нормальному стулу. Благодаря очищению кишечника сразу же улучшается, в первый же месяц улучшается состояние кожи, уменьшается, как правило, аллергичность общего организма, повышается иммунитет. Благодаря улучшению, ну, естественно, конечно, не говорим о том, что перестают быть проблемы с пищеварением, там, нарушение стула или запора или расстройства. Естественно, с такими симптомами, как геморрой, становится лучше. Но косвенно еще очищение кишечника влияет на все органы, которые расположены рядом. У мужчины предстательная железа, у женщины яичники, потому что матка, потому что если есть у человека, там, например, у женщины эндометриоз или у мужчины аденома, простатит, помочь им без очищения кишечника нельзя. Нельзя помочь человеку, у которых страдает хроническим циститом, без очищения кишечника. У него всегда будет очаг инфекции, из которого будет пополняться опять инфекция в мочевыводящих путях. Очищение кишечника обязательно нужно. Печень. Здесь мы используем два варианта. Либо Лайвер 48, подходит для всех. Это старинный рецепт, выпускается специально для нас. Другое еще название, старинное, мегрейское, это маргали. Потому что рецепт на самом деле старинный. Кто-то говорит арабский, кто-то говорит мегрейский, грузинский. Но факт остается фактом. Это очень работоспособная формула, состоящая из растений, с добавлением серы и железа, которая помогает восстанавливать, укреплять клетки печени. Помимо того, что происходит очищение печени, вы можете почитать у нас на сайте, на странице про очищение печени, прочитать ссылки на исследования в разных случаях при аллергии, при разных состояниях, вплоть до интоксикации, вплоть до цирроза печени. Когда применялась формула у лайвера маргали, в военно-медицинской академии были такие исследования, например, в Петербурге. Уже много-много лет назад это прошло. То есть мы уже даже ни минуты не сомневаемся, насколько это уникальное средство вообще. Такой опыт применения. Поэтому для очищения печени применяем мы в большинстве случаев лайвер. Например, если у человека есть камни в желчном пузыре, или задача это именно просто улучшение структуры желчи, тогда применяется еще одна формула, которая тоже выпускается специально для нас в этом курсе. Это Зифлан, экспортная формула. Для очищения крови мы всегда применяем лидера, то есть вообще нигде такого нет. Даже в Европе, даже в Америке нет такого вещества аналогичного, как Застегин-Ультра. Почему такая уверенность, что он очищает кровь? Почему мы точно уверены, что это не фантазия? Потому что перед тем, как написать книгу, а я о нем написал, и прежде чем включить его в методику, я написал книгу «Понятные методы укрепления здоровья». И там вот это все описано. И про Застегин в частности написано подробно о тех исследованиях, которые происходили. То есть у нас хранятся около 40 разных отчетов разных научных организаций о том, как действует Застегин. То есть точно известно, что он выводит из крови аллергены. Это знает любой аллерголог, в Петербурге его рекомендует, например. Точно известно, что Застегин выводит тяжелые металлы, потому что Министерство атомной промышленности его централизованно использует для этих целей. И я просто расширил, скажем так, эту методику. Поэтому Застегин мы используем еще и в начале курсов при, например, ревматоидном артерите, когда человеку хочется восстановить саморегуляцию иммунитета, ну и так далее. То есть еще раз повторюсь, что это комплекс. Всегда нужно применять вместе. То есть вариант либо Нотайклинз плюс Лайвер плюс Застегин, либо вариант Нотайклинз плюс для очищения кишечника, плюс Зифлан экспортный для очищения печени, плюс Застегин всегда для очищения крови. Вы можете посмотреть у нас на сайте, на странице комплексы, в левом меню на самом верху вы увидите ссылку на странице комплекса. И также вы сейчас ее видите у себя на экране. Вы можете на нее нажать и попадете на страницу о программе очищения. И там будут именно эти два комплекса подробно расписаны, все их составы, как они действуют. Но хотел бы вам сказать следующее, что уже неоднократно говорил и повторю в финале. Опыт применения показывает, что именно благодаря очищению в 50% случаев можно добиться улучшения самочувствия. Если речь идет об аллергии, если речь идет о хронической усталости, плохом самочувствии, упадке сил, это как минимум 50% тех людей, кому можно помочь. Прыщи, угории, проблемы любые с кожей. Когда речь идет о каких-то более глобальных проблемах, чем просто те, которые явно вызваны накоплением токсинов в организме, тогда нужно начинать с очищения. А дальше следующим шагом мы уже используем те комплексы, которые отработаны для каждой ситуации. Потому что, конечно, понятно, что если у человека, например, проблемы с атеросклерозом, высокий холестерин, то за один месяц мы не решим его полностью, не сможем восстановить саморегуляцию. Но начать с очищения мы можем всегда. Это касается и женских проблем с миомой, эндометриозом, полипами и так далее. Это касается аутоиммунных проблем, когда у человека есть такие сложности. Это касается снижения иммунитета. Всегда сначала очищение, потом какие-то другие средства. Еще один железобетонный аргумент, почему нужно начинать всегда с очищения, это то, что все великие медицины мира, которые существуют тысячи лет и доказали свое право на то, что они эффективны, аюрведа, китайская медицина, тибетская медицина, они все стремятся к саморегуляции, восстановлению организма. Они все начинают с очищения. И именно потому, что классическая европейская медицина убрала вот эту философскую часть из своей практики и пошла по пути просто устранения симптомов, замазывания их. Именно поэтому она очень часто и не достигает своей результативности. Когда нужно спасти здоровье, она этого добивается. А вот когда нужно сделать, чтобы хроническое состояние не прогрессировало или даже не возникало, вот тут уже не получается, потому что причина очень часто именно во внутренней хронической интоксикации. Попробуйте. Потратьте один месяц всего, и вы не узнаете свое здоровье, если вы начнете с правильного способа зачищения. Продолжение следует...